Я вру только тогда, когда играю в покер. Это решающая рука. 75 миллионов долларов на кону. Ход за Питером Гриффином. О, ему попалась худшая рука. А эти зеркальные очки ему нисколько не помогают. Вабанк. Тайный гей-бойфренд. Я должен ответить, это жена. Ты тут? Теперь открой мой. Третьи миньоны? Ага, и в этой части игру заменили на Харви Вайнштейна. Нравится работать на плохих парней? Я покажу тебе плохого парня. Потрогай его. Ты знаешь его. Банан! Пока погода не наладится, я буду скользким моржом. А теперь извини, я вижу потенциального соперника моему господству над пляжем. Сейчас? Нет, пускай сначала вымотаются. Да? Я же помог Кливленду обновить свой гардероб. Эй, Кливленд, ты же знаешь, я люблю тебя, но эти джинсы не на твой попец. Я так и знал. Мне нужно было это услышать. Спасибо, малыш Питера. Понял. Хочу вернуть эту клавиатуру. Что с ней не так? На ней было заявлено, что она для писателей, но когда я сел писать, я ничего такого не почувствовал. У вас есть чек? Нет. А вы не можете проверить сам? А кредитка, которую вы оплачивали? Вообще-то я заплатил с нее баллами с другой покупки. У вас есть с собой упаковка для нее? Нет, нет, она там же, где и чек. Куда это он? Похоже, он... Кажется, он... Вот даем мы с тобой сегодня. Он будто загипнотизирован. Будем его будить? Это может быть опасно. Азиатский массаж. Скоро открытие. Я только что говорил с магазином электроники. Ваша драка стоила 3000 долларов ущерба. Я не очень хорош в математике, я не понял. Тысяча долларов. Еще одна тысяча долларов. Ну ничего себе! Третья тысяча долларов. Теперь я снова не понимаю. Не думаю, что Крис умеет считать до трех. Как мы им заплатим? Подожди, в каком смысле мы? Да. Ты думаешь, мы все в девятером сложимся? Ка-двух Британии, да? Да. Не хочешь, чтобы я заявлялся к тебе в дом? Не рисуй мне смайлик на чеке. Ваша честь, защита закончила. Видишь, ты понимаешь. Ты прочитал мою книгу? Я загружаю ее прямо сейчас. Она прекрасна. Да, это нормально. Это не так уж и странно. Я роботизированный ты. Можешь. Просто вспомни песенку, которую ты выучил в школе саперов. Зеленый хорошо, зеленый хорошо, и красный хорошо, и желтый хорошо, и вообще режь любой. Кто скажет мне, где он ошибся? Он придумал песенку про провода? Он придумал песенку про провода. Не надо так, ребята. Хочешь рассказать? Нет. А почему ты спрашиваешь? Ну, так случилось, что у твоего робота есть датчик задней панели. Каждый раз, когда он срабатывает, мне приходит оповещение, как в Google Alert. Пет, у тебя что, перерыв? Нет, сэр. Ладно, а то я думал, у меня чисто избились. Нет. Видишь ли, мама, мы в Гриффин и Гриффин и Гриффин и Гриффин и Гриффин. Относимся к работе серьезно. Доброе утро, Гриффин и Гриффин и Гриффин и Гриффин. Я думал, у нас в названии 5 Гриффинов. Но ты правильно пропустила одного. Потому что ты уволена. Джо объезжает этот квартал. План в том, что мы обманом завлечем его сюда на эротический массаж. И будем шантажировать, пока он не снимет обвинение. Именно. А если кто-то пошутит о моем весе, я добродушно рассмеюсь и пойду домой заедать свои чувства. Ладно, но эту часть плана можешь держать при себе. Да, рядом с пиццей, которую ел на завтрак. Утро, красавчик. Питер, пожалуйста, скажи, что произошло. Я, значит, сижу, смотрю порно на сайтах, которые вы еще не заблокировали, и... Она подходит и целует меня. Барбара, вас вызвали в высший отдел кадров, потому что вас обвиняют в нежелательных прикосновениях и сексуализировании рабочей обстановки. Не пойдет, Питер. Я знаю первоклассного адвоката, закончившего Гарвард. Степень в городском планировании? От нее никакого толка. Питер, ты победил. Правда? Да, я сниму обвинение. Я полагаю, что ты сможешь снять с себя пару десятков КГ. Вы точно ее набрали. Ё-моё, теперь нам придется фильм снимать. Господа, пора начинать неуместно трогать актрис на кастинге. Итак, мне сообщили об обвинениях. Вы можете что-то сказать в свое оправдание? Я транс? И это правильный ответ. Что случилось с роботом Брайаном? Он приехал на пристань. У него все хорошо. Все утро так. Хотя, знаешь, я начинаю переживать. Это не бионический робот, он может сломаться. Что это за галочка? У него есть датчик во рту. И помни, Брайан, он бы не стал делать то, чего не сделал бы ты. Он это ты. Звучит мелодично, да? Как гимн колокольчиков. Началось. Я лучше сдохну, чем буду играть в одной команде с черножопом. Это шлаг! А я просто рад, что выбрался куда-то. Кто мне скажет, где они ошиблись? Они бестоланные ублюдки, которые кикстартнули фильм. Они бестоланные ублюдки, которые кикстартнули фильм. Не надо так. Но, Питер, я одного не понимаю, зачем ты решил работать массажистом. Ради тебя, Луис. Я хотел заработать достаточно денег, чтобы купить расческу для твоих красивых волос. О, Питер, а ты не знал? Я продала свои красивые волосы, чтобы купить тебе бутылку массажного масла. Отлично. Теперь я безработный массажист с лысой женой. Счастливого, сука, Рождества! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова